Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Знаю, как общаться с сыном, чувствую дискомфорт, такое ощущение, что я не буду, или отвлекаю, или вообще не нужна. Он женат, с его женой мы общаемся нормально, она даже чаще мне звонит, чем он, он вообще не пишет, не звонит. Я как-то спросил, я прежде прочла статьи психологов, как начать разговор, чтобы не было давления, чтобы его ещё больше не отдалить, хотя куда больше. В общем, написала, спросила, как дела, как мучик, потом пишу, сынок, может, чем обидели тебя, что ты нам совсем не пишешь, извини, это вдруг обидели, нет, со зла. Он пишет, да, все нормально, нет такой привычки писать, не знаю, как с ним строить диалог, отвечает кратко, норм, хорошо, сижу, работаю, стало прежде, чем поговорить, спрашивать, занят или нет. Недавно, долго не общалась, пишу, как дела, нормально, как у вас, ответил, пишу, не отвлекаю, пишет, кормлю сына, ну, я пишу, понятно, ладно, не буду отвлекаться, всем приятным, пишет и вам. Вот так, я не знаю, как строить отношения, как себя вести, может, вообще не писать, не звонить, но страх, что я не дождусь, в общем, не знаю, как себя вести, когда приезжают в гости, все нормально, разговариваем, шутим, потом опять такая ерунда, не знаю, что делать. Общались мы нормально, когда был подростком, проводил время, он единственный сын, были стычки и непонимание, когда ему было 20-21 год. Контролировала его, ругала, не нравилась компания его, общались все вперед, времени близко. А потом, когда не получилось у него с любовью, первое, отстранился, чувствую вину, что, может, от дома не хватило, как-то помочь, хорошим советом ему. Через время женился на другой девочке, все, наладилось, общаемся, больше смс, так как маленький ребенок, график работы нестабильный. Ну что ж, давайте попробуем разобрать эту ситуацию. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, я, это, пожалуй, на то. Ну, вы чего от сына-то хотите, хотите вообще? Ну, то есть, вы, вот, говорите, да, что не знаете, как себя вести, вот, вы пишете о том, что... о том, как строить диалог, отношения, вот, так, а хотите того чего, по итогу? Я как-то вот, знаете, не увидел этого, чего вы хотите. То есть, ну, вам явно что-то от сына-то нужно, вот, но пока что я не увидел, чего, что вам от него нужно. То есть, вы вроде пишете, вроде бы, проявляете, ну, проявляете ему внимание, вот, а, значит, ну, какое-то, да, по отношению к нему вы проявляете внимание. Но есть такое, есть такое чувство, что, это внимание, оно больше не ему, а вам, как будто бы. То есть, есть ощущение, что вы проявляете это внимание для себя. Вот, соответственно, если это, если это так, вот, то, ну, само собой, что человек будет чувствовать это, он будет чувствовать, что вы проявляете своё внимание больше для себя, нежели чем для него. Вот, и, собственно, как бы, реагировать он будет на это, конечно же, соответствующе. Вот, поэтому тут, вот, на мой взгляд, нужно, в первую очередь, определить в том, чего вы хотите, вот, и, наверное, прямо своему сыну об этом сказать. А, ну, что вы хотите, что он у меня, ну... Потому что явно, что явно, то, в чем вы, ээээээээ... ну, пишите, да, то, в чем вы пишите ему? Явно, явно, не является тем, что... как бы отражает вот суть того, что вы, ну, хотите, вот. Значит, вот вы называете, получается, его манеру общения с вами ерунду, да, вы говорите, что это ерунда, но вот, значит, предполагаю, ну, предполагаю, вот, что если это ерунда, то так не должно быть, должно быть как-то по-другому. Тут, значит, мне кажется, что вам нужно самой себе сначала объяснить, как должно быть по-вашему мнению, вот, после чего в этом том, как должно быть по-вашему, по-вашему мнению, попытаться увидеть, найти свои потребности, да, вот, то есть, может быть, вам хочется, там, допустим, как-то больше участвовать в, допустим, ну, в жизни вашего сына, да, может быть, вам хочется взять больше в жизни, там, ну, к примеру, в жизни внука, да, вот. То есть, ну, как бы, вариантов много, может быть, на мой взгляд, и вам нужно определиться с этим. Вот. Значит, дело в том, что если вы, вот, ну, как сказать, если вы руководствуетесь такой тенденцией, вот, что ваш сын именно должен, вот, именно должен общаться с вами, там, вот, ну, допустим, так, как, ну, как вы, например, считаете, да, вот, то само собой разумеется, что у сына, вашего сына, ну, может быть, ну, другое мнение, может быть, своя, ну, позиция на этот счет, и она может, ну, естественно, не совпадать с вашей, да, не совпадать с тем, как вы видите общину. То есть, сейчас, по ряду причин, ваш сын, ну, выглядит более, так скажем, самодостаточным, чем вы, вот, на, ну, на данный момент, вот, и очень важно, чтобы вы увидели за счет чего пока не самодостаточность образуется у вас, вот, то есть, ваш сын чувствует, что вы, вы в нем нуждаетесь, а он вас нет, вот, понимаете, да, и вот это, пожалуй, ну, является проблемой, вот, ну, как бы вашему сыну, да, не нравится, то, что вы в нем нуждаетесь, а он вас, как бы, нет. Вот, поэтому нужно, чтобы вы, для начала, стали, ну, на равных с ним, в этом смысле. Вот, ну, на мой взгляд, нужно, чтобы вы стали на равных с ним. Для этого нужно вам начать менять свою жизнь. Ну, то есть, какие-то, вот, изменения в вашей жизни, вот, какие-то изменения проводить. Вот, если вы готовы к этому, то психолог поможет вам это все сделать. Вот. А если нет, и вы просто надеетесь, что, вот, значит, ну, что вы подберете какой-то способ, который, вот, расположит к вам вашего сына. Вот. Ну, и лично я думаю, что это будет, конечно, никуда. Вот. Потому что, ну, то, что предлагаете вы, например, да, это вот по сути, ну, манипуляция, вот, это, это, это вы предлагаете, ну, вы предлагаете просто ему не писать. Ну, вот. А, дальше, дальше. По поводу говорит вам, что он soyны любитый путь, только, но помните на это наш вариант session, но ну, как возможно говорит вам, что он любитый путь. Вот. В смысле, ну в том смысле, что вы ему верите или нет. То есть вы считаете, что он там обманывает вас, например. Ну вот. То есть опять же очень важно увидеть вот этот момент. Очень важно заметить этот момент. Ну вот. И как-то вот уже исходя из этого, да, двигаться. Именно исходя из этого. Двигаться в сторону выстраивания своей модели поведения. Ну вот. Вы можете, как мне думается, в общем-то, совершенно спокойно донести до него свои ценности. Вот. Ну, только опять же вас о финне. Музык, это просто не принят. А нюни вов, смыкли мог быть другим и вот. К сожалению. Дальше. Значит, по поводу вот того, что вы чувствуете свою вину. Вот давайте тоже немножко поисследуем этот момент. Вы говорите о том, что чувствуете свою вину перед ним за то, что не нашли умного, умного, как вы говорите, совета. Вот. Вот. Но ведь, наверное, поправьте меня, если я ошибаюсь. Наверное, вы думали, ну, на тот момент, когда вы поступали так, как поступали. Наверное, вы считали, что вы поступаете верно. Так, эм, что сейчас, позволите вас спросить, изменилось. Вот. Не потому ли вы, эээ, сейчас, значит, эээ, ну, как это вот, решили, что, действовали, ну, неправильно. Вот. Потому что ваш сын не хочет с вами общаться. То есть, мне кажется, что здесь вы довольно легко отказываетесь от своей, ну, отказываетесь легко от своей позиции. Вот. И чувство вины, которое вы испытываете, на мой взгляд, связано, конечно, с тем, что вы себя обесцениваете. Вот. Ну, может быть, это связано, опять же, с некоторыми особенностями вашей жизни. Вот. Это, может быть, кризис, кризис покинутого гнезда. Вот. Вот. В психологии этот кризис довольно хорошо описан. Вы можете его поисследовать. Вот. Чтобы, может быть, ну, как-то лучше, вот, разбираться в том, что происходит. Да. Я имею в виду с вами. Ихты. И так далее. Вот. И вот. уже, опять же, исходя из этого, двигаться и корректировать свою модель поведения. Очень, очень многое упирается в то, что вы, как мне кажется, значит, где вы готовы уступить сын, сыну без ущерба для себя, вот, где вы готовы уступить. А где вы уступать, ну, не готовы? Да? Вот. То есть, где вы готовы, вот, как-то, ну, согласиться, да, с действиями своего сына? Вот. А где вы не готовы вот этого делать? То есть, вот, ну, такой очень, как мне кажется, важный, важный момент. Вот. И дальше, опять же, вот, то, что нужно вам сделать, это познакомить своего сына с этим, то есть, познакомить своего сына с этой, ну, позиции. Вот. На мой, на мой взгляд. И вот, как бы уже, ну, от этого двигаться, от этого отталкиваться, от этого исходить. Вот. Значит, ваше чувство вины, это в той или иной степени история про подавленный рост. Вот. То есть, возможно, вот, то, что вы его контролировали, ругали, вот, это может говорить о том, что вы в той или иной степени, получается, ну, в общем, жили его жили. Вот. То есть, контроль, это вообще что такое? Это, ну, с одной стороны, это вот тревоги, да? То есть, это вот некая тревожность. Вот, что с тобой будет, да? Как ты, как ты будешь жить и так далее, то есть, вы вот, ну, явно, явно за ним довольно пристально следили. Вот. И тот факт, что вы за ним пристально следили, на мой взгляд, говорит о том, что ваша жизнь вам, ну, вот, не то, чтобы особенно сильно, интересно. Вот. И само собой, когда ваш, ну, сын начал жить своей жизнью, вот, чтобы вы само собой почувствовали себя, ну, в этом смысле не в дел. То есть, вы почувствовали себя выброшенные, в, в, в аборт, по сути, вот, к сожалению. То есть, вероятно, вы вот так до сих пор, да, не умеете жить своей жизнью, ну не учиться, вот нужно учиться. Это первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Дальше, к сожалению, то, что я могу констатировать, то, что вашему сыну с вами общаться не интересно. Вот, то есть, ему не интересно, что он с вами взаимодействует. Соответственно, соответственно, что здесь желательно сделать? Желательно этот самый интерес повысить. Вот. То есть, желательно сделать так, чтобы ему было интересно с вами общаться. А для этого нужно, наверное, понимать его интересы, интересы вашего сына. Вот. И, собственно говоря, ну, стараться их расстелять. Как минимум. Помимо этого, помимо этого, очень важно сделать следующее, на мой взгляд. Значит, нужно вам проанализировать, ну, посмотрите, то, как вы с ним общаетесь, ну, вообще. Как вы с ним общаетесь, как вы с ним взаимодействуете. Вот. И увидите, а делитесь ли вы с ним, делитесь ли вы с ним своими впечатлениями, своими эмоциями, своим опытом. Вот. Делитесь ли вы с ним взаимодействуете или нет. Или вы общаетесь только, значит, спрашивая, как у него дела. Так? Вот. Это очень важно, чтобы ваш сын, общаясь с вами, видел не только какой-то такой вот в нём потребность, но чтобы он общаясь с вами, видел, что вы просто произвольно чем-то с ним делитесь, да? Не особо при этом, ну, ожидая чего-то в ответ. Вот. У меня уже сложилось такое впечатление, что вы вот, ну, что вы именно от него ждёте в ответ чего-то. вот. Собственно, вероятно, это и является самой такой серьёзной проблемой, что вы от него очень подождёте. Он этого вам не даёт. вот. Вот. Вы чувствуете прострацию, вот, и не знаете, как вам с этим быть. Вот. Пытаетесь при этом найти способ, значит, ну, как-то с ним пообщаться, ну, пообщаться так, чтобы он начал вам давать то, что вы хотите. Вот. Вот. Собственно, об этом ваш вопрос, и вы это спрашиваете. Вот. Вы советы психологов читаете именно, ну, именно с этой целью. Вот. Вот. Чтобы понять, как вот это вы продолжаете игнорировать сюда. Вот. Значит, это очень важно, очень важно. Если у нас есть какие-то собственные свои собственные переживания, переживания в отрыве от сына, то вы на них обращали внимание. Вот. Да, сейчас у вашего сына своя жизнь. Сейчас у вашего сына много ответственности, много появилось. Потому что, ну, своя семья, да, там, нужно обеспечивать ее, и нужно, ну, в целом, вести вот такую, ну, взрослую жизнь, да. Вот. Вот. А когда ваш сын, например, общается, ну, общается с вами, вот, может быть, ну, может быть так, что он чувствует себя, вот, маленьким, например, и это ему, ну, может быть, вот, не нравится, то есть это его, вот, ну, как-то регрессируют, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ для того, чтобы он с вами пытался как-то свой контакт сдерживать. Я понимаю, что это неприятно, но вот такой момент. Поэтому вам необходимо снижать как раз свою зависимость от него. Чем более эффективно вы это будете делать, тем я могу вам заявить, что вам будет лучше от этого. Вот это то, что я могу вам сказать. Насчет если вы обратите внимание на какие-то интересы своего сына, если вы будете больше обращать внимание на эти вещи, то на мой взгляд у вас появится шанс на то, чтобы отношения с ним корректироваться. Ну естественно, понятно. Понятно, что не сразу это будет. Естественно понятно, что займет это какое-то время. Тут вам, ну на мой взгляд, нужно набраться. Терпение об этом. Вот и планомерно продвигать свою модель поведения. Вот. Ну сначала, конечно, с этой модель поведения нужно вам самой разобраться вообще. Что она вообще из себя представляет. И дальше, я думаю, будет проще вам. Ну и в своих противоречиях разобраться, если есть какие-то обиды у вас, если есть какие-то страхи у вас, если есть какие-то вот ваши собственные переживания, то их, ну вот на мой взгляд, очень важно прорабатывать вместе со специалистом. Вот. Чтобы это все не влияло на вашего сына. Потому что если вы будете вот, ну как бы перевешивать, да, на него свои конфликты внутренние. Вот. То, ну ближе к вам ваш сын от этого не станет. Вот это, к сожалению, ну к сожалению, это вот как есть. Вот. Как-то так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые ситуации для психотерапии. Обязательно. 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 Почитайте, что у вас синдром покинутого гнезда или кризис покинутого гнезда. Вот. Значит, вам это будет очень-очень полезно. Вот. Чтобы вы могли, ну вот, в более полной мере понимать, что происходит. Вот. И обязательно обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова